Это Политбюро, здравствуйте, я Инга Мизеря, со мной на связи Марк Пегин. Марк, я вас приветствую. Рад приветствовать, Инга. Скажите, пожалуйста, вот то, что сейчас происходит в Крыму, вчера мы все наблюдали, то, что сегодня происходит в Ейси, где горят тоже склады, которые должны были через Мариуполь приходить. В Украину, да? Как вы это видите? Насколько вот то, что сейчас происходит, это каким-то образом меняет ситуацию, а не просто очередные наши родные хлопки? Ну, меняет ситуацию. Во всяком случае, с деоккупацией, например, если этот аспект взять, деоккупации южно, то есть правый берег и неправый, безусловно, меняют. Потому что ведь исходит из того, что операция, которую готовит ВСУ по деоккупации Херсона и всего правого берега, в значительной степени зависит от силы сопротивления переброшенных туда российских БТГ. Сейчас уже 30 насчитывается, был 15. То есть в два раза увеличено число личного состава, вооружение, там, пришли и так далее. Безусловно, если есть понимание того, что у Украины, например, есть какие-то виды вооружения, которых не было раньше, ну, если это ракета с такой дальностью, которая заявлена, то, безусловно, подтягивать резервы для, в свою очередь, наступать на операцию на Николаев, как об этом пишут разные источники со стороны российских войск, ну, нет никакого смысла. Потому что вы двинетесь на Николаев, а вам начнут обстреливать склады уже не просто там на правом берегу, там, мосты Антоновские, Каховскую дамбу, а начнут обстреливать дальше, на левом берегу и даже в Крыму. И чем вы будете воевать? Чем? Чем вы воевать будете, если у вас нет огневой поддержки, нет снарядов и всего остального? Это, конечно, безусловно, несколько путает карты. Ну, и плюс практически, если действительно, я думаю, не единственное, но из Ново-Федоровки взлетали военные самолеты, которые несли ракеты, использовались эти удары для осуществления различных операций. И если сейчас сильно пострадали сами самолеты и эти ракеты и так далее, ну, пусть даже в одном, на одном аэродроме, есть же и другие, вот их несколько-то есть на территории Крыма, то это, конечно, снижает поддержку с воздуха, то есть ее меняет картину. И это, безусловно, может влиять на планы Генштаба России. Конечно, этого мало, одного удара, надо посмотреть, что будет происходить дальше. Вот если сейчас еще один какой-то взорвут такой же масштабный объект, но это уже совсем другая ситуация. Вы вспомните, как начала меняться ситуация, когда появились Химарсы. Вот, достаточно резко, то есть все эти артиллерийское преимущество, чуть ли не в пять раз российской артиллерии, оно как-то схлопнулось моментально, оно уравнялось. А если с такой дальностью появляются ракеты, то действительно российскому командованию следует задуматься, насколько оно прочно сможет держать оборону в районе правого берега, не проще ли воспользоваться естественной преградой и покинуть правый берег и уйти на берег левый, который более плотно может обеспечить защиту этой территории, ну, естественно, путем, потому что есть Днепр, который очень тяжело форсировать. Но так или иначе, безусловно, я считаю, прежде всего это влияет на вопросы противостояния там, на линии фронта на юге. А вот тот момент, что в Украине, да, мы ни в одной точке не можем чувствовать себя спокойно, потому что и в Винницу, и, ну, в общем-то, везде из России или из Беларуси может прилететь. Почувствовали русские в Крыму и вообще там отдыхающие, может быть, и на другой части России, что, в общем-то, война это уже не по телевизору, что это и вы можете поехать в Саки и, в общем-то, получить, да. Ну, смотрите, насколько масштабно это чувство. Оно, безусловно, конечно, когда мы видим кадры уезжающих из Крыма людей, явно не от хорошего отпуска они едут, а просто, ну, они просто боятся. Боятся, что это прилетит, там, дети туда-сюда, поэтому, наверное, это чувство так или иначе. Холодок-то, так сказать, по телу от живота-то идет, конечно. Но пока это не в той степени, потому что, ну, вот опасность быть убитым просто в постели, как это было в Николаеве, человек спал и вместе с женой убили. Или, там, не знаю, с коляской родители вместе с 4-летней девочкой, как в Виннице, в Кремичуге или где-то еще. Это, понятно, совсем не сопоставимо масштаб с тем, что произошло под Саками на военном аэродроме. Но, безусловно, и, конечно, это меняет картину, безусловно, психологически меняет картину. Потому что люди вдруг начинают осознать, что война, она не где-то там далеко, при том, что как далеко, вы уже в Крыму приехали отдыхать, вот она тут, сколько, 200-300 километров, вот тебе война. Ну, нет, они же едут, ой, у нас, говорит, курортный сезон, тут так хорошо, так хорошо, в Алуште, там, еще где-то. А нет, война-то рядом. И вот это люди, вот, при таких обстоятельствах очень даже определенно могут понять, как это вот выглядит, что такое война. Я думаю, что определенно какие-то вещи действительно стали заходить гораздо реальнее. Первые реакции пропагандистов были, Скобеева написала, что это уже перебор, да, Симоньян резко, совершенно, разбирается, разбирается, идти на пляж, да, да, вначале красные линии, а потом, да, все нормально, это головотяпство, там, это, да, идите на пляж. Ну, а вот эти вот моменты, да, или ты признаешься, что у тебя идиоты там сидят, да, тогда это головотяпство, или это то, что твое ПВО не работает, потому что это ракеты, или то, что диверсанты могут спокойно зайти и подорвать, там, главный аэропорт, что для них менее больно? Нет, ну, конечно, последние два варианта неприемлемы абсолютно, потому что за это как раз отвечают власти, а не какие-то местные. Это будут адресовать, они же не понимают, что такое местные, там, какие-то товарищи из ФСБ, или, там, Аксионов, там, ты нас защити, ну, пилируют Путина, поэтому это болезненно сказывается на его отношении к нему, и поэтому это точно будет игнорироваться по максимуму. Ну, а головотяпство, придурки, это как бы проще, понимаете, это понятнее, это много раз такое было, понимаете, больше, через 99% всего, что происходит в России, как они это трактуют в каких-то несчастных случаях, это всегда по вине человека, человеческий фактор, это называется. Поэтому на это списать проще. Они же ведь снижают количество погибших, там, они говорили, один, потом два, ну, говорят, вот, типа, девять вроде как, пропавших без... Но реальные цифры не знают, а как мы узнаем? Ну, все, доставили в больнице кого-то в морге, и что, и как. Вот, и поэтому, конечно, все-таки версия про то, что сдетонировало из-за нарушения техники безопасности, как они сказали, да, но вот в это поверят, не поверят, но это лучше. Для успокоения это лучше версия. А уж как там на самом деле, ну, конечно, знают. Ну, естественно, там, части ракет, или там, характер взрыва, характер повреждений, безусловно, свидетельствуют о том, что произошло. В этом нет никаких сомнений. А криминалисты легко разберутся с этим совсем. Ну, военные криминалисты. Поэтому нет, ну, это же тоже пропаганда. Списывать все на какие-то, ну, вещи такие, не связанные с войной, это тоже пропаганда. Ровно поэтому сначала они пишут, значит, где красные линии, а потом тут же, перекуркнувшись в воздухе, начинают рассказывать про то, что все нормально, все в порядке, никаких прилетов украинцы не способны. Ну, и вот весь этот набор. Говорит ли это о том, что Путин не будет использовать ядерное оружие, потому что здесь это был прекрасный повод для того, чтобы заявить всему миру о том, что он имеет на это право? Я просто уверен, что нет. Потому что ядерное оружие в данном случае хорошо как тезис, как пугалка такая, как улучшающий страх последние средства, последний аргумент. Но если ты последний аргумент использовал, больше тебе нечего использовать. А вот ответить тебе очень даже могут. Таким аргументом, что все, что было до этого, покажется просто детским утренником. Понимаете? Поэтому риски настолько велики, что он на них не поет из-за военного аэродрома в Новофедоровке. Нет. Точно нет. Сто процентов нет. Что там дальше будет? Ну, слушайте, мы видим, что мы имеем дело с неадекватом, поэтому закладываться на то, что этого не будет никогда, и вот на сто процентов никто не возьмется. Но во всяком случае ситуация сейчас такая, что если это сигнал, который ВСУ, ну, пусть чувствительный сигнал, послали к кремлевскому руководству, что может быть и так, я думаю, что сигнал дошел. По реакции, может, вижу сигнал дошел. Марк, большое вам спасибо. С нами был Марк Фейгин. Оставайтесь на Политбюро. Не забывайте подписываться. Лайки, комментарии. Я Инга Мизира с вами прощаюсь.